Всем привет! Я снова рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня у нас будет очередная подборочка китайских дарам. Имейте ввиду, что всю дополнительную информацию вы можете посмотреть в описании под видео. А также в комментариях обязательно пишите отзывы на дарамы, а также возможные дополнения. И первая наша дарама – первый роман или первая любовь. Здесь у нас сюжет разворачивается вокруг Ян Кэ. Когда он еще учился в школе, был влюблен в свою одноклассницу Сюнь Ифань, которая и не догадывалась о чувствах парня. Теперь, спустя несколько лет, Ян Кэ учится в хорошем университете. Он красив и популярен, конечно же. А также небольшой приятный бонус – он отлично играет на рояле. В душе же он по какой-то причине не чувствует полного удовлетворения. И однажды он встречает Ифань. Но у нас получается некий бумеранг, потому что на этот раз уже влюблена она. Красавчик-актер, милая актриса, интересный сюжет. Что еще нужно для приятного времяпровождения? Следующая у нас дарама – такая сладкая любовь или горький мед. Здесь у нас сюжет разворачивается вокруг Зян Цюнь. Это девушка, страдающая аллергией на слезы. Вот такой вот парадокс. Она имеет степень магистра по двум направлениям – экономика и психология. Так как семья девушки была – ключевое слово – была – вполне успешна, и с юных лет Зюнь окружала любовь и забота, это не могло повлиять на характер девушки, взросив прямолинейную идеалистку. После окончания обучения девушка некоторое время работает в общественной организации, принадлежащей ее семье. Однако внезапная смерть отца заставляет ее пересмотреть собственные взгляды на жизнь. И желая исполнить последнюю волю отца, Зян Цюнь начинает работать в крупной инвестиционной компании, где она встречается с другом детства – Юан Шуанем. Однако теперь он больше не защитник из ее детства, а опасный противник. И в сложившихся в компании жестких условиях судьба девушки и ее собственная жизнь полностью находятся в его руках. Невероятно страстная и красивая дорама, также не обделенная наличием шикарного актерского состава, каждый из которых особенно мне дорог, и из-за чего эта дорама имеет для меня особый интерес. Следующее у нас романтичное название – «Искра любви» или «Ритм моего сердца». Здешний сюжет разворачивается вокруг Мэй Вэй Вэй, которая обладает интересной особенностью. От одного ее взгляда парень может влюбиться. Я бы даже сказала, что это нужная особенность. Не знаю, я бы от такой не отказалась. Но, конечно же, наша главная героиня всячески пытается скрыть эту особенность, так как не любит привлекать внимание. Но однажды она встречает Мэй Сычуна, который также не смог уклониться от всего дара. Сычун популярен и красив, а также профессионально занимается плаванием. И наш парень настолько оказывается впечатлен, что не имея никакого опыта в отношениях, начинает безжалостно преследовать Мэй Вэй и оказывать очень странные знаки внимания. Дорама легкая, позитивная, милая, без каких-то особых напрягов и резких поворотов событий. И четвертая по счету уже Дорама – свидание на кухне, где главная героиня Гушинань работает помощником шеф-повара в престижном отеле. Также девушка тайно встречается с шеф-поваром, но однажды она узнает о его измене. Добавок ко всему, отель собираются приобрести, и героиня рискует потерять работу. Но Гушинань очень любит свое дело и отлично готовит, поэтому девушка не намерена сдаваться. Вскоре в отель прибывает Луцинь, настоящий профессионал своего дела, которому порочено его приобретение. И во встрече с Гушинань, по иронии судьбы, была полна недоразумений и превратилась в катастрофу. Однако Луцинь – настоящий гурман, пораженный ее кулинарными навыками, и постепенно он начинает менять свое отношение к ней. Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Следующая наша дарама – любовь со временем. Данная дарама разворачивается вокруг двух молодых людей, чья история знакомства берет свое начало еще со времен школы. Они не были друзьями, даже скорее наоборот, ненавидели друг друга. Однако, по воле определенных обстоятельств, им пришлось и заключить фиктивный брак. Вот такой вот неожиданный поворот. Дзянь-Янь пишет книги, но, к сожалению, пока не пользуется популярностью. Ее мужем станет Лу Бо Янь, который занимается инвестициями. Они совершенно не похожи друг на друга, но им придется жить вместе и притворяться любящей семьей. Ну и, конечно же, это им будет удаваться с большим трудом. По мне, так все же дарамы очень интересные и просто просящие отложить все дела и быстрее бежать смотреть. И последняя наша дарама. Мой странный друг, где главную роль сыграл непревсойденный Ванны Бо. Извините, я могу быть иногда очень пристрастной, когда рассказываю об актерах, которые мне понравились. Простите меня, но я тоже человек. Итак, главный герой данной дарамы обладает уникальными способностями. Вэй Чэнь может видеть будущее, владеетели кинезом, а также умеет становиться невидимым. Неплохой такой наборчик. Но однажды он теряет свои силы. Однако, односпособность все-таки осталась. Он может читать мысли. Пытаясь найти блокнот, в котором были записаны формулы всех способностей, И Чэнь поступает в университет, где видит, что некоторые студенты обладают особенными силами. Это обстоятельство сразу заставляет подозревать новых знакомых в воровстве. Но это не единственная проблема, ведь за парнем еще охотится человек, желающий обладать всеми суперспособностями. В общем, дарама в жанре научной фантастики, что довольно нетипично для Китая.